Всем панк-рок, дамы и господа, с вами CG Speak, всем здравствуйте, всем привет. И сегодня у нас на повестке очередной арт-разбор. Я нашел художника, которого зовут Сяо Фей Йи, возможно, я неправильно это произношу, но если что, гугл вам в помощь. Меня просто очень сильно подкупил его пайплайн, он показывает огромное количество вещей, о которых мы говорили в наших роликах, и данный художник рисует в большом количестве стилистик, поэтому рекомендую к ознакомлению. Погнали! В самом начале процесса автор делает базовый лайн-арт, причем, как вы можете понять, он это делает уже по готовому концепту, то есть никакие детали ему продумывать не нужно, а нужно только сделать иллюстрацию с динамичной позой. Как мы уже говорили, если вы прорабатываете персонажа заранее, то есть до того, как начинаете рисовать с ним какую-то динамичную иллюстрацию и делаете отдельно портрет и отдельный концепт-арт, это поможет вам очень сильно сэкономить время, так как вам не придется выдумывать какие-то детали на ходу, а в рисовании конкретно концепт-арта вам не надо будет сильно заморачиваться над позой и фоном, а в рисовании портрета вы просто концентрируетесь на чертах лица и на каких-то деталях на лице вашего героя. Здесь, кстати говоря, можно отметить, что автор очень сильно концентрируется на движении фигуры в композиции. Фигура как бы закручена по спирали, что и подчеркивает некий спиральвидный узор, который он нарисует впоследствии за героиней. После того, как автор закончил делать лайн-арт, он приступает к отрисовке световой карты. То есть напрямую той самой световой карты, про которую мы говорили в огромном количестве видеороликов. И здесь вы можете посмотреть, как это выглядит прямо на практике. То есть он заполняет силуэт персонажа одним тоном, после чего берет твердую кисточку и начинает прорисовывать тени без какого-либо смешивания. По сути, вся фигура здесь является некой большой обрубовкой, на которой у него пока что не будет каких-то плавных переходов, и он именно обозначает, где будут зоны тени и также зоны света. То есть на персонажа будет всего три тона и абсолютно ни одного мягкого перехода. Этот способ помогает более качественно чувствовать объем на картинке, а также прорабатывать источники освещения на любом объекте. Это и есть тот самый принцип световой карты в действии. Изначально для практики вы можете использовать только два оттенка, то есть зону тени и зону света. Но здесь автор хочет сделать так, чтобы работа сразу обрела свой объем, поэтому на работе он использует несколько градаций тона. Это очень похоже на технологию, о которой говорил художник Синикс. Этот ролик мы переводили и выкладывали к нам на канал, он называется «Рисуй как скульптор». Основной принцип — это видеть те самые грани на своей работе и заполнять их тем или иным тоном в зависимости от расположения источника освещения. Причем, как я уже сказал, впоследствии вот этот вот грубый переход оттенек света вы можете просто смазать инструментом палец в фотошопе или же миксер Brush Tool, как кому удобнее. И да, разумеется, это не обязательно делать в фотошопе, эта техника подходит вообще для любого графического редактора. Последние два момента, которые делает автор перед тем, как приступить к цвету, это добавляет дополнительный самый темный оттенок, где располагаются самые, что называется, глубокие тени, куда свет не проникает в принципе. И точно так же он работает с композицией заднего плана. Там располагается некая абстрактная магическая спираль, с которой он работает по такому же принципу, как и с персонажем. Причем в плане цвета здесь автор вообще особо не заморачивается. Судя по всему, он скачал какие-то рандомные цветовые картинки из интернета, где есть большое количество градиентов и оттенков разных цветов, и просто их закинул в режиме наложения на свою отрисованную картинку, добавляя и удаляя некоторые моменты. Здесь, кстати говоря, хочется сказать пару слов, что художники из Азии вообще не заморачиваются над процессом рисования, в плане увидел красивую картинку в интернете, забрал к себе ее в работу. То есть на большинстве пайплайнов я вижу большое количество использования и фотографий, и даже кусков чужих работ. По хорошему счету, здесь автор волнует только финальная версия, а не то, как она была сделана. Но тем не менее, вот такая вот технология отрисовки персонажей или любого другого объекта через несколько тонов очень сильно может прокачать понимание объема, и очень сильно апнуть ваш скилл в плане понимания формы. Сейчас прервемся на небольшую минутку продажности, и после этого продолжим. Если ты новичок и хочешь эффективно прокачать свои скиллы в CG, то школа Digital Art Club приглашает тебя на авторский онлайн-курс «Цифровая живопись». Курс рассчитан на 3 месяца, материал состоит из 16 видео-лекций и огромного количества практики. Курс рассчитан на любой уровень подготовки. Подходит как ребятам с опытом в рисовании, так и тем, кто впервые знакомится с интерфейсом графических программ, и стилус для него в новинку. Во время прохождения курса у вас получится создать более 26 удивительных работ из разделов «Пейзаж», «Натюрморт» и «Портрет», а после курса вы сможете рисовать все, что угодно из головы. У курса очень динамичная тарифная сетка, и более того, сейчас на всю сетку курсов идут огромные скидки. А также на случай, если вы хотите обучаться сейчас, а возможности пока нет, есть абсолютно беспроцентная рассрочка. Записывайтесь на курс по нашей ссылке в описании. Приятного вам обучения! Огромное спасибо, если рекламу не перемотала или не перемотала. Продолжаем. После того, как работа с задним фоном окончена, автор приступает к покраске самого персонажа, причем он делает это через несколько этапов. Он использует режимы наложения «Оверлей» и «Мягкий свет» для того, чтобы отдельно прокрасить затемненные участки, делая их более холодными, и потом он уже прокрашивает светлые участки, делая их более теплыми. После чего он скрывает все слои с объемом и, не отвлекаясь на них, начинает заполнять персонажа базовыми цветами, которые есть на изначальном концепт-арте. Благодаря комбинации таких вот цветовых фокусов при смене режима наложения у него сразу получается объемный цветной рисунок. Причем все вопросы по рисунку уже решены. За счет цветовой карты у него персонаж уже полностью объемный, за счет концепт-арта у него есть готовая палитра, а за счет тепло-холодного перехода, который он только что рисовал, у него четко проакцентированы точки внимания на персонажа. На арт-стейшне, кстати говоря, нашел вопрос под одной из работ у данного художника, почему именно так он рисует. Вроде бы на данном этапе работа выглядит, ну, не очень хорошо отрендеренной, на что он логично заметил, что при помощи такого пайплайна работа с любым рисунком ускоряется в 5-10 раз. Мы в описании оставили ссылку на его арт-станцию, там есть работы, выполненные в той самой вот этой вот смазанной азиатской стилистике, то есть с очень высоким уровнем рендера, с большим количеством смазываний и так далее. По хорошему счету, здесь главный плюс, то что у него рисунок готов, условно говоря, через полчаса, через час, а не через 10 часов. И дальнейшая финализация уже может идти до бесконечности, то есть начинается тот самый любимый всеми этап возюканья, что, собственно, сейчас и происходит на экране. То есть автор просто чуть-чуть лучше финализирует те элементы, которые у нас находятся в точке фокуса, мы уже с вами это все проговаривали, помним. По хорошему счету, все сводится к тому, чтобы просто не сломалась композиция, поэтому он на каком-то этапе немножечко меняет задний фон, чуть-чуть его подтягивает, перетягивает, для того, чтобы работа продолжала выглядеть динамичной. Ну и, конечно, мы можем заметить то, что задний фон, несмотря на то, что он является абстракцией, по хорошему счету, это направляющие линии, которые ведут к одной точке фокуса, которая здесь присутствует. Это лицо и руки главной героини. И второй момент, то, что именно в точке фокуса преобладают более насыщенные цвета по сравнению с остальными частями работы. Дальше идет небольшое рисование текстурок и небольшая финализация некоторых элементов костюма. Как говорится, раз и готово, раз и готово. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, там сейчас будут все новости, эксклюзивные материалы, а также абсолютно бесплатные туториалы от самых крутых мастеров из индустрии. А вам огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на кнопку треклятого колокольчика. А с вами был Алексей, всем удачи и берегите себя.